Израиль за неделю на Народной Волне Добрый день, добрый день, уважаемые дамы и господа, вы слушаете радио Народная Волна на частоте 14.30 М, 99.1 ФН На нашем веб-сайте radioinvc.com и, конечно же, на нашем YouTube-канале Традиционно о событиях в Израиле наш израильский корреспондент Аси Энтова. Здравствуйте, Ася! Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, радиослушатели Ну, традиционно же мы начинаем новости по поводу эпидемии COVID-19 Как я вам уже говорила, сначала все шло очень хорошо, и Израиль был в эйфории И, в общем, людям надоело, надоело сидеть в изоляции Были большие опасения о локдауне, о том, что нанесен ущерб экономике И вдруг открыли все, не постепенно, а вот вдруг стали все открывать И появилась вторая волна в Израиле В общем, как говорят, она не такая страшная, как ее боятся Но, тем не менее, у нас каждый день правительство заседает и обсуждает, что еще можно закрыть, а что оставить открытым Ну, на данный, во-первых, было принято решение, вот по поводу прошлых выходных Было принято решение, что будет сделан такой карантин именно на выходные Поскольку именно в выходные дни большинство людей идут в рестораны, идут на пляжи, идут в бассейны и так далее И, главное, резко меняют среду общения Каждый день они общаются с коллегами по работе, там дети в детском садике А в выходные резко увеличивается количество новых людей, с которыми люди встречаются Поэтому решили, вот после того, как испугались, как у нас взлетела вторая волна Решили ввести карантин именно на выходные Но сейчас, в общем, как-то страхи немного отступили И по зрелому размышлению решили оставить открытыми Во-первых, рестораны при условии, что они будут работать на улице, рассаживать людей на улице Ну, климат у нас это позволяет Оставили открытыми бассейны Потому что, ну, куда же без бассейна, если 30 градусов, у детей каникулы, театры и прочее более-менее закрыты В общем, куда же с ними деваться Так что, это пока все оставили Но все время обсуждают, действительно ли открывать летние лагеря для детишек Или не открывать их По-видимому, пока возобладала точка зрения, что пусть детские садики и пусть летние лагеря для детей младшего школьного возраста Пусть они работают Но этот вопрос все время пересматривается Цифры все время приводятся, каждый день, как с поля боя 28,5 тысяч зараженных, 415 уже умерших Но цифры не такие уж страшные Смерть каждого человека огромная потеря Но в прошлой передаче, например, я сравнивала данные нашего центрального статистического управления По смерти от рака Но коронавирус на этом фоне выглядит просто очень бледным Значит, тем не менее, делается все, что возможно И в первую очередь пытаются разработать вакцину и пытаются разработать лекарства В Израильском институте провели уже опыты на хомячках по поводу вакцины И эти опыты дали очень хороший результат Но ждут разрешения испытания этой вакцины на людях С другой стороны, периодически поступают сообщения о том, что какой-то врач, например Переболевший уже коронавирусом вроде бы Вроде бы заразился им повторно Так что, в общем, ситуация непонятная Можно ли сделать вакцину Или если человек даже переболел и потом болеет повторно Насколько это частое явление Насколько вакцина действительно будет полезной Ну и кроме вакцины, естественно, разрабатывают лекарства Причем, как правило, исследуют действия уже имеющихся лекарств Лекарств, получивших разрешение на применение И вот в Еврейском университете неожиданно стали использовать лекарства Которые угнетают функцию питания организма Лекарства, направленные на сжигание Сжигание жиров и другое И обнаружили, что такое известное лекарство Как фенофибрат Он оказывает угнетающее действие Не только на обмен веществ в организме Но и на воспроизводство вируса И говорится о том, что будут продолжены дальнейшие его испытания Лекарства это известное Поэтому тут особых разрешений не надо И, возможно, его смогут использовать Как лекарство против коронавируса Ну и на фоне пандемии Все проблемы с экономикой и с жизнеобеспечением У нас по-прежнему очень высокий процент безработицы 26% Вспомним, что до этого у нас процент был мизерный Где-то процента 3, что гораздо ниже, чем в развитых европейских странах То есть это означает, что практически все, кто хочет очень работать Так или иначе находили работу А теперь 26% безработных Встал вопрос, как оживить экономику Что можно сделать И первое, что предложил Нетаньяку Он говорит, что выборочное финансирование Это требует огромного количества чиновников Времени, оплаты труда этих чиновников Самое простое Выплатить каждому взрослому гражданину 750 шекелей Для того, чтобы он их тут же и потратил А то, что эти деньги будут выплачены и богатым Которые не нуждаются Так с богатых потом, будьте уверены При посредстве налогов Снимут во много раз большую сумму Этот способ был хорош тем, что он прост Он быстро, он позволяет начать выплачивать эту сумму уже сейчас И люди уже сейчас начинают тратить Начали бы тратить эти деньги И это было бы некоторое оживление экономики Но, конечно, тут же встали против этого По самым разным причинам Стали против этого возражать другие члены коалиции Так, например, представитель религиозных партий Сказал, что тут не предусматриваются дети 750 шекелей на взрослого гражданина А на семью, в зависимости от количества детей От двух до трех тысяч Значит, это непропорционально Мало финансируются дети А религиозное население, оно многодетное Представитель Председатель фракции Ликуда Микки Зор Стал говорить о том, что это личное стимулирование людей А нужно стимулировать бизнесы В ответ министр финансов сказал ему, что у него просто брат бизнесмен Поэтому он так лоббирует финансирование бизнеса В общем, какой лаван просто не хочет утверждать Что бы то ни было Потому что пока премьер у нас является не Таньягу А Ганс у нас министр обороны Вроде как он ни при чем Хотя он именует себя альтернативным премьер-министром Но он такой же альтернативный, как сочетание альтернативно одаренные люди Так вот, ему не выгодна стабильность Ему хотелось бы, чтобы при Натаньягу все шло плохо А потом придет он весь в белом и все сделает сразу хорошо Поэтому какой лаван просто торпедирует все возможные предложения Находя для этого самые разные предлоги На сегодняшний день решено Пока, да, у нас все очень быстро меняется Пока решено, что да, будет выплачено по 750 шекелей Но 750 шекелей это примерно 220 долларов Но это будет выплачено не всем А только 800 тысячам человек Которые являются либо получателями социального пособия с надбавкой Там инвалиды, репатрианты, пенсионеры Либо люди, которые потеряли работу И поэтому стали нуждающимися Ну, кто будет эти критерии определять Как это будет Не задержит ли это выплаты Вот этих денег И это все открытый вопрос Пока что государственный банк сказал Что на все это потребуется где-то 15 миллиардов шекелей Что это вызовет дефицит бюджета Дефицит бюджета нынешнего года на 13% И уже заложенный дефицит бюджета 7% на 2021 год В общем, ничего хорошего в этом нет Но если эти меры действительно как-то простимулируют экономику То, возможно, они оправданы С другой стороны, говорится о том Что больше всех требуют помощи и шумят Именно представители бизнеса, который связан с развлечениями И рестораны, туристские фирмы Различные представления, театры и так далее Что, возможно, здесь нужно не просто поддерживать их как-то А задуматься о перепрофилировании О том, что мы пришли в новую эру Новую эру культурных развлечений Что теперь гораздо больше будет делаться по интернету А не в личном присутствии, как раньше И, возможно, тут требуется какое-то перепрофилирование Изменение подхода И курсы переквалификации даже больше Чем просто впрыскивание денег в бизнесы Которые, возможно, уже никогда не оживут и не потребуются И вот на фоне всего этого Всей этой проблемы У нас сегодня грянула забастовка медсестер В общем, требования их совершенно логичны Они говорят, что из-за пандемии работа медсестер выросла во много раз Стало намного труднее, намного тяжелее При этом огромное количество медсестер не работают Потому что они находятся либо в карантине Из-за контакта с больными Либо просто больны Просто заболели и не могут выйти на работу Значит, медсестры требуют увеличения оплаты их работы Получения новых ставок Набор новых медсестер Чтобы, так сказать, снять с каждой из них Непомерную накрузку, которая свалилась сегодня Министр здравоохранения Юлия Эйдштейн целиком на их стороне Дальше посмотрим, что ответит министерство финансов Пока что договоренность с ними не была достигнута Ну и на фоне вот такой сложной ситуации Все больше проявляется какая-то взаимопомощь Самих граждан и неправительственных организаций Раздача каких-то там продуктов нуждающихся Помощь по даже покупке продуктов и лекарств Для людей, которые не могут выйти из дома Которые находятся в группе риска Это все уже было И это все еще Мы слышим все новые и новые примеры Вот сейчас Национальный фонд Израиля Кевин Каеметли Израиль Проявил такую инициативу Вообще Национальный фонд Израиля Он занят в основном Какими-то такими делами По благоустройству земли Израиля Организации заповедников Сажанию лесов Еще каких-то вот таких вот Больших проектов А тут просто вот на фоне этой пандемии Он делает подарки всем гражданам Находящимся в так называемой группе риска То есть всем пожилым гражданам Которые находятся в хостеле, в больницах В домах престарелых И так далее, и так далее И подарки чисто символические Но в основном чтобы поднять настроение Это какие-то цветы или комнатные растения Что имеется у фонда Керен Каемет Ну, мне кажется, это очень-очень символично Сергей, вы не хотите объявить телефоны для вопросов? Да, конечно 847-400-5200 Телефон нашей студии Если будут вопросы, пожалуйста, звоните Задавайте, наверное, уже после того, как мы Прослушаем рекламные объявления Или вот примем, давайте, звонок Поскольку человек уже дозвонился А потом послушаем рекламу Добрый день, пожалуйста, в эфире Здравствуйте, у меня будет длинный вопрос Поэтому нужно слушать, а потом просто ответить Значит так Все помнят ограбление в Москве и Нермаха Там, где все участвовали И милиционеры тоже были поймены Не был поймен один керебист Это Путин Так Дальше в Хабаровске Скажите, какое-то имеет отношение к Израилю сразу Так вот, я знаю Так вот, евреи участвовали в ограблении этого магазина Потому что только Путина не поймали Евреи участвовали в этом магазине Там, где миллионы для того, чтобы быть президентом Никаких шуток Спрашиваю, евреи участвовали? Я не поняла ваш вопрос Просто не поняла Так еще, смотрите В Москве было ограбление Советского Союза и Нермаха, так? Милиционеры-то все участвовали Ограбление чего? Ограбление чего? Евреи участвовали в ограблении у Нермаха или нет? Это по поводу Хабаровска сейчас Понятия не имею Хабаровска Это не имеет отношение к Израилю Сергей, не думаю, что это имеет отношение к Израилю Какой-то сложный, очевидно, какой-то сложный подтекст в том, о чем говорит наш радиослушатель Мне тоже не очень понятно Поэтому в следующий раз, если у вас есть вопрос Вы уж, пожалуйста, сформулируйте так, чтобы это сразу было понятно всем И, если сможем, ответим на ваш вопрос Спасибо большое Продолжим буквально через несколько минут после рекламы Израиль за неделю На народной волне Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Асиентовой Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200 Были попытки дозвониться во время рекламной паузы Но если по-прежнему остались вопросы Пожалуйста, звоните, задавайте Я сразу дам знать, что у нас есть звонок И Ася постарается ответить на ваш вопрос Ну а пока продолжим А пока продолжим За всеми внутренними проблемами Мы совсем забыли о проблемах внешних Которых у Израиля хватает И в первую очередь, конечно, это Иран с его ядерной программой Об этом Нитаниагу неоднократно докладывал на различных международных форумах Программу противодействия созданию иранской ядерной бомбы Он неоднократно, опять же, обсуждал с американскими представителями А сегодня тут имеется другая проблема А именно начало тесного сотрудничества Ирана и Китая В принципе, Израиль считал Китай дружественным государством Заключал договоры с Китаем Очень большие договоры на экономическое сотрудничество Китай должен был строить опреснительную установку в Аждоде Строить порт морской новый для Израиля И многие другие сотрудничества Но сейчас осуществилось то, что, в общем, было предсказано давно О том, что в противостоянии Западу Может сомкнуться две такие силы, как Китай и мусульманские страны И мусульманские страны могут начать получать технологию, которую не хочет продавать им Запад Именно через вот такие азиатские страны, вроде Китая И действительно, сейчас Китай вроде бы уже подписывает с Ираном Соглашение, по которому Иран, с одной стороны, обязуется поставлять Китаю топливо По достаточно низким ценам в следующие 25 лет А в Китае экономика растет, развивается, даже несмотря на нынешний временный спад И Китай очень заинтересован во все большем объеме поступаемой нефти С другой стороны, Китай, в свою очередь, предлагает Ирану различные технологии И строительство различных объектов И все это не может не заботить и Америку, и Израиль Американский представитель связывался с Израилем Предупреждал о поведении Китая И намекал на то, что Израилю придется разорвать соглашение с Китаем о строительстве Поскольку все объекты, в которых будет участвовать Китай Они уже будут не секрет И Иран может получить о них полное представление Ася, давайте попробуем принять звонок Давайте попробуем А потом вернемся к этой теме Добрый день, пожалуйста, вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте Не является ли причиной резкого увеличения количества заболевших Увеличения количества тестируемых У которых, возможно, есть остаточные явления после прививок Против всяких свиных, птичьих, гриппов и так далее Приведу примеры собственного опыта Я недавно делал тест на суберкулез И он мне дал положительный результат Что оказалось Что в детстве в Советском Союзе делали всем прививки БСЖ И эти антитела в настоящее время Дали положительный результат на суберкулез Возможно, это явление и сейчас А так как разбираться Такой вирус, свиной грипп или COVID-19 Никто не будет И причисляет его к увеличению заболевших Спасибо, я послушаю вас по радио Спасибо Вы знаете, вопрос очень интересный Но я думаю, этот вопрос скорее к медику Я не специалист, не медик, не биолог И, в общем, о таком открытой прессе мнение медиков По этому вопросу не читала Действительно, многие говорят о том, что увеличивается количество заболевших Просто потому, что увеличивается тестирование И мы все больше и больше выявляем носителей вируса Тех, о которых мы раньше не знали Это с одной стороны С другой стороны, в Израиле Даже проблема-то не только В открытии различных бизнесов Даже включая рестораны Потому что все все-таки ходят в маске В ресторанах все садятся отдельно Сколько в демонстрациях В демонстрациях В антиправительственных демонстрациях Которые очень похожи, к сожалению, на вот эти вот ваши бунты Жизнь черных имеет значение И у нас традиционно каждую субботу вечером То есть на исходе субботы Проходят вот такие вот демонстрации Огромные, где люди тесно стоят друг с другом Идут рядом, выкрикивают что-то Масок не носят И это тоже очень большой очаг заражения И с одной стороны, вроде бы Эти демонстрации говорят о том Что вот мы против карантина За развитие экономики и так далее На самом деле они приводят к тому Что приходится карантин именно ужесточать Из-за того, что вот так вот Распространяется демонстрация Распространяется инфекция на этих демонстрациях Не говоря уже о том Что в последнее время Эти демонстрации приводят к насилию Очень похожему, к сожалению На насилие вот в ваших американских городах Когда там поджигают, бьют полицейских Там устраивают беспорядки Вот это одна из причин Увеличения количества зараженных Сергей 847-400-5200 Телефон нашей студии Вообще много всяких случаев рассказывается О том, как странно происходит тестирование То люди, которые сидели в очередь Записались, но не дождались В своей очереди Развернулись, ушли И вдруг, говорят, они заражены Получили положительные тесты Потом в тесты С медиком разговаривал с одним Он говорит, что в тесты заложено столько всего То, что любой вирус Который только в организме имеется Обязательно будет показан Даст положительный результат Это к ковид не имеет никакого отношения Ну, в общем То мотоциклист, который погиб В Краше Его записали как погибшего от коронавируса С другими разговаривал Что ставят диагноз Возможен ковид И уже госпиталь получает дополнительные деньги Как бы за это 13 тысяч, по-моему А если человек Ну, да Различные бюрократические интересы Бюрократическая неразберенность К сожалению Поэтому трудно верить в статистику Которая нам преподносится И вообще уже не знаешь, кому верить Слушаешь бюрократов, которые возглавляют Так сказать, чиновников Которые к этому имеют отношение Они говорят одно Слушаешь врачей, которые работают в поле Они говорят совершенно диаметрально противоположное То же самое говорится и про маски Насколько они эффективны Насколько они неэффективны Насколько они наоборот вредны для организма В общем, к сожалению К сожалению, вокруг этого ведется Обычная типичная политическая игра И вместо того, чтобы всем объединиться И каким-то образом с этой проблемой Бороться, решить ее Ведутся политические игры И получается, что на одной стороне Они оказываются прогрессивные вместе с китайцами Потому что на самом деле От всего, что происходит Китай выигрывает Поскольку Китай является основным поставщиком всех И ППИ, и медикаментов и так далее То есть выдавили в свое время Производство всего абсолютно Отсюда в Китай И Китай сейчас наживает денег А мы сидим Вместо того, чтобы переводить производство Открывать производство Мы закрываем, закрываем, закрываем Вводим карантин, карантин, карантин И говорим о том, что А вот у нас этого нет А вот у нас этого нет Этого нет И показываем пальцы на Трампа Он во всем виноват Потому что этого нет В общем В общем, мерзкая, гнусная политическая игра А на здоровье Рискуя здоровьем и жизнью людей Давайте примем звонки Добрый день Добрый день Я знаю, вопрос не вопрос К сожалению, то, что дурные американцы Выдали, так сказать Погнавшись за деньгами Отдали Китаю столько технологий И научили эту страну Так сказать Вести нормальную индустрию А от этого будет страдать сегодня весь мир И никто абсолютно не сумеет Остановить этого процесса Я не знаю, радоваться или не радоваться Я бы хотел, чтобы пенициллина не хватило Именно тем бизнесменам Которые продавали туда все эти технологии А вообще, вот в Израиле Неужели людям непонятно Какие-то мозги должны же быть в людей Что на сегодняшний момент Любые сборища Так и могут закончиться вспышкой вируса Или это, так сказать, безнадежно Как для этих писатых Так и всех Они считают, что они лбом Бога уговорят Мне не нравится это определение писатых Если вы говорите про ультра-ортодоксов То сегодня главная опасность Совсем не связана с общиной ультра-ортодоксов Они не выходят на массовые демонстрации Они сидят там в своих районах Районы бедные, тесные Именно поэтому в первые дни Вирус распространялся сильнее Но сейчас основная проблема Это вот эти вот массовые демонстрации Против правительства С требованием денег А когда Нитаниягу предлагают Всем раздать деньги То опять люди недовольны Опять они выходят на демонстрацию И так далее, и так далее Так что проблема Проблема именно в этом Давайте мы должны сделать Еще один перерыв Буквально пару минут После чего вернемся Продолжим Если по-прежнему будут вопросы Мы обязательно примем звонки И постараемся ответить на ваши вопросы Никуда не выходите Израиль за неделю На народной волне Возвращаемся к беседе С нашим израильским корреспондентом Асиантовой Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200 Давайте попробуем ответить на вопросы Добрый день, пожалуйста, вы в эфире Добрый день Предыдущий звонил Оскорбил не только писаты Как он назвал ортодоксов Но и все еврейство Ортодоксов сохранили еврейство Сохранили нашу еврейскую религию То есть нас, евреев Как таковых Поэтому позвольте мне того Кто так оскорбительно назвал верующих Сказать ему Ваши мозги опустились Ниже поясного ремня Честь имею Спасибо за этот комментарий Мне тоже очень не понравилось Это пренебрежительное отношение Но вы знаете К сожалению В Израиле Именно вот на таких оскорблениях И строилась предвыборная кампания Некоторых партий Антирелигиозных И вот такие вот настроения Против религиозных Практически намеренно разжигались В общем это очень грустно Когда это не просто Какие-то обывательские настроения А когда это прямые политические И игры Боюсь что Это нам будет дорого стоить Давайте попробуем Добрый день пожалуйста Здравствуйте Я хотела сказать Спасибо человеку Который позвонил передо мной Потому что Жлобам которые Звонят И оскорбляют Религиозных людей Не нужно отвечать на вопросы До свидания Спасибо Спасибо Окей Ну давайте Наверное Перейдем Да Давайте закончим Про Иран Если пока больше Нет вопросов Я по-моему Уже начала Рассказывать Что Вот В Иране Вдруг Последнее время Каждые несколько дней Происходят взрывы Причем взрывы Существенные В начале июня Там произошел взрыв На ядерном объекте На Танзе Потом На Фабрике На электрической Компании На предприятии По сжижению Газа Еще на различных Промышленных Объектах Ну понятно Что Иранские средства Массовой информации Приписывают Все это Израилю Израиль Не подтверждает Не отрицает Но Что Израиль Говорит Что В наших ВВС Создано Специальное Подразделение Седьмое Подразделение Специальное Которое По всей Видимости Будет Заниматься Именно Вот такой Вот Обороной От Ирана Тем более Что Иран Сейчас Передает Сирии Свои Суперсовременные Противовоздушные Установки Ну и В этой связи Наш Министр Обороны Беседовал С министром Обороны России Шойгу По поводу Обстановки На Ближнем Востоке Вообще И Видимо По поводу Проблем Проблем Сирии В частности Подробно Подробно Это не Освещается Но Здесь явно Какая-то Попытка Все-таки Иметь Дело С Россией И в качестве Союзника Который Поможет Противодействовать Попыткам Ирана Закрепиться В Сирии И угрожать Оттуда Израилю Сергей Да Есть звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день Добрый В вашей передаче Очень много Говорилось О дельцах Демпатии Да Даже Препомянули Катера И Сири Сирианом Но Совсем Назву Не слышал Насчет Кеннеди Который Под чутким Руководством Подосланной Нормой Джин Растерял Врияние Соединенных Сатар Ничего не было Про Трумена Который бросил бомбы На неправильные города А самое главное Ничего про Рузвельта Это вообще Это изверг И за него Не только Сталин Захватил полки Рузвельта Без него Сталин даже Не мог бы Начать войну Вот такое Мое мнение Спасибо Спасибо Но это В основном Речь идет О американской Политике А я все-таки Говорю про Израиль Я например Все время Отмечаю Политику Трампа Как дружественную Израилю Обсуждаю Программу Трампа И его Сделка века В последнее время Это все Застопорилось Никто уже Про суверенитет Не говорит А вот такие Подробности Американской Политики Это к вам Сергей Давайте Продолжим Про Израиль Про американскую Политику У нас есть Передачи Специально Посвященные Поэтому Мы говорим О том Что происходит В Израиле Давайте Еще один Звонок Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Приглушите Радиоприемник Вы знаете Ася Я хочу Сказать Одну вещь Когда-то Я по-моему От вас Слышала Что есть У вас Организации Которые Снабжаются Из Европы Деньгами Вроде бы Должны были Проверить Но это Как-то Заглохло Больше Об этом Слышано Не было А вот Именно Эти Организации Это То Откуда Растут Ноги И у нас И у вас Имеют Оттуда Деньги Все От Соросов Он Ненавидит Евреев Он Хочет Разрушить Америку Поэтому Все Это В одном Ключе Поэтому Очень Похоже Стали И Наши Black Life Matter И Ваши Выступления По Пятницам Самое Главное Когда Людям Надо Начинать Субботу Поэтому Это Очень Грустно Что На Это Нет Действий Никаких Спасибо И Главное Будьте Здоровы Спасибо И вам Действительно Вот эти Антиправительственные Демонстрации Подробно Есть статья Которая подробно Расписывает Какие организации Стоят за ними И откуда Они получают Деньги Там Там Фонд Сороса Там Новоизраильский Фонд Там И Германские Какие-то Правительственные Фонды Которые Напрямую Финансируют Расшатывание Политической Ситуации В Израиле И В общем Тут Вполне Может Речь идти О Бунте Против Законно Избранного Правительства И Просто Скажу Что Сейчас У нас Приближается Очень печальная Дата 9 ава Я вам говорила О том Что Исторически 9 ава Это день День Разрушения Храма В обоих Храмов Первого Храма Второго Храма Но В нашей Новейшей Истории Эта дата Связана С Выселением С выселением Евреев Из сектора Газа И Северной Самарии Которое Произошло В 2005 Году И Вот Когда Тогда Граждане Протестовали Против Этой Программы Одностороннего Выселения Когда Законопослушных Израильских Граждан Вдруг Вытаскивали Из их Домов Их Дома Разрушали И Землю Передавали Под власть Хамаса Как мы Сейчас Видим Так Вот Тогда Мирные Демонстрации На которых Шины не Жгли На полицию Не нападали На которых Люди Выходили С завязанными Оранжевой Ленточкой Руками В знак Того Что Демонстрации Не насильственные Так вот К этим Демонстрациям Применялись Гораздо Более Жесткие Меры Их Называли Бунтами Говорили Что Это Нарушает Демократию Мальчишек Девчонок Которые Выходили На эти Демонстрации Их Сажали В тюрьмы На много Дней А тут В субботу Вечером Арестовали 20 человек Которые Закидывали Там Поджигали Что-то Закидывали Полицейских Шутихами И Их уже Всех Отпустили Никто Из них Уже Не сидит Так что Здесь Налицо Просто Абсолютно Разный Подход Правоохранительных Систем Когда Протестуют Левые Против Правых Это Борьба За Демократию Это Борьба За Социальные Благо Это Все Легитимно А Кто С этим Не согласен Тот Тиран И И Наоборот Когда Протестуют Правые Против Левых То Это Опять Нападение На Демократию И Нелегитимно И Нужно Всех В тюрьму И Опять По этому Случаю Вспомнилось Что Когда Фейглин Организовывал Демонстрации Протеста Против Договора Осла Против Того Чтобы Нашу Еврейскую Землю Передавать Террористам Арафата Вручать Им Оружие И Деньги То После Этого Когда Он пошел В политику Ему Сказали Ну Тебя же Судили За Эти Демонстрации И По Обвинению В Восстании И Поэтому Ты Неблагонадежный И Тебя Нельзя Выбирать Депутата Кнессета Таким Образом Первая Попытка Фейглина Стать Депутатом Кнессета Была Провалена Говорила Что Вот У тебя Существует Такое Вот Обвинение Серьезное Уголовное Обвинение После которого Ты просто Не можешь Быть Депутатом Кнессета Это при том Что Арабским Депутатам Кнессета Которых Поймали На том Что они Не просто Словами Прославляют Террор А они Просто Фактически Помогают Террористам Проносят В тюрьму В тюрьмы Террористам Мобильные Телефоны И способствуют Организациям Терактов И Им ничего Нет Вот такая У нас Односторонняя Фемида Очень слепая Но почему-то Из-за своей Повязки Всегда Различающая Когда нужно Оправдать Левого Когда нужно Осудить Правых Боюсь Что у вас В Америке В последнее Время Тоже Движется В этом В этом же Направлении К сожалению К сожалению Да Все Кто Устраивает Грабежи Погромы С нас Памятников Все Отпускаются Местными Властями Местной Полиции Без Даже Выкуп Единственное Вот Насколько Я Знаю Федералы Возбуждают Дела В некоторых Штатах По Статье Терроризм Вот Это Наверное Серьезно А все Остальное Во многих Штатах Не во многих А В особо Либеральных Штатах В Калифорнии Там Скажем В Нью-Йорке Приняли Новые Законы О Выкупах Вернее О залогах И без Залога Выпускаются Теперь Преступники На свободу Причем Преступники Серьезные Вот Одиннадцатилетнего Мальчика Заскрин Прямое Поощрение Если нет Наказания Действуйте Дальше В том же То что Происходит В Сиэтле Уму Непостижимо Там И при этом Давайте Все Давайте Закончим Передачу Все таки На оптимистическом Одна минута Как всегда Я про Археологию И Вот На днях Была Была Предотвращена Контрабанда Монет Двух с половиной Тысячелетней Давности Монет Александра Македонского Которые Арабы Пытались Вывести Из газа И продать Где-то На черном Рынке Древностей Они были В Грузии Обнаружены Конфискованы И Наши музеи Обогатятся Очередным Артефактом Из Нашей Нашей Игрейской Жизни Всего-навсего Двух с половиной Тысячелетней Давности И такие Находки В общем У нас Происходят Практически Каждую Неделю Сергей Асенька Спасибо огромное Пути здоровы Чтобы мы вышли Из этого Кризиса Кувит-19 Здоровыми И дай Бог Чтобы Все восстановилось Как было Спасибо Взаимно До встречи В следующий раз До свидания